То, как убирают в эти дни от снега городские магистрали, вызывает нарекания у ГИБДД Волжского. Только за сегодняшний день автоинспекторы составили в отношении коммунальной службы, ответственной за расчистку дорог, 4 протокола. Документы оформляют на самых заснеженных участках автотрасс. Репортаж Елена Лыкова. Волжский участок дороги на улице Мира между 31 и 37 микрорайонами. Сотрудники ГИБДД проводят специальный замер. Какую часть занимает снежная масса от магистрали? Добраться сразу до бордюрного камня не удается. Сугроб очень глубокий. Метр 10 составляет ширина снежного вала до края проезжей части. Этого вообще не должно? Да, то есть проезжая часть должна быть чистая. Итоги замера зафиксируют в протоколе, который составят в отношении городского комбината благоустройства. Штраф по нему для должностного лица до 3000 рублей. Такие протоколы сейчас в Волжском оформляются ежедневно. Сотрудники ГИБДД весьма недовольны состоянием магистралей. Много снега, лед, почти незаметная обработка песко-соляной смесью. Считаем, что комбинат благоустройства города Волжского не справляется. Просто отчасти с тем количеством осадков, которое выпало. И с тем объемом работы, который на данный момент присутствует в городе. Представитель комбината благоустройства не отрицает. Им сейчас приходится непросто. Но в ближайшее время все недочеты на территории Волжского будут ликвидированы. Действительно сложилась сложная ситуация в городе ввиду обильного выпадения осадков. Однако задействована вся имеющаяся техника у комбината благоустройства. Кроме того, сейчас помогают и сторонние организации, у которых есть снегоуборочная техника. То есть делается все возможное. Плохое состояние дорог, по словам автоинспекторов, сразу же сказывается на аварийности. Только за 1 и 2 февраля в Волжском произошло свыше 30 ДТП. Это в несколько раз больше, чем в обычные дни. На вопрос, что стало причиной столкновения, первое, что говорят участники дорожно-транспортных происшествий – скользкая дорога. Машина передо мной тормозила, а люди шли, я, чтобы вправо не уходить, стал уходить сюда. Ну, встречная машина. Она прямо едет, дорога скользкая. Ну, не удалось вывернуть. К слову в том, что дороги не везде очищены от снега и льда в полном объеме, отчасти виноваты и сами автовладельцы. В Волжском, сплошь и рядом вдоль обочин магистрали, стоят припаркованные машины. И власти города, и ГИБДД обращаются к водителям с просьбой убрать свой транспорт и дать возможность коммунальным службам качественно сделать свою работу. Елена Лыкова, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».